Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Сегодня вторник, 26 мая и уже традиционно для начала кратенько о погоде. В Беларуси относительно тепло. Плюс 16-18 градусов, но влажно. Идут дожди. И я уже посмотрел прогноз на неделю вперед до самых выходных без изменений. Проливные дожди, ливневые дожди, грозовые дожди и температура где-то до плюс 20. С одной стороны для природы это здорово. Все зеленое, все цветет. А с другой стороны для путешествий, поездок и каких-то покатушек прямо скажем так себе. Но работать это не мешает. Поэтому мы сегодня займемся колесами. Как видите, у меня на Урале не хватает колеса запаски. Оно есть, но представляет собой отдельную ступицу, отдельный комплект новых оцинкованных спиц и отдельный свежевыкрашенный обод, который подвешен сейчас к потолку у меня в мастерской. Хотелось бы все это собрать в одно целое, заспицевать и установить на мотоцикл. Начать, пожалуй, стоит со ступицы. Кстати, как видим, это ступица ведущего колеса, потому что ведомые колеса не забрызгивает изнутри маслом, которое сочится из редуктора. Стоит эту ступицу отмыть, а потом обработать пескоструем, так же, как и остальные ступицы на моем Урале. И здесь у нас есть два варианта. Первый это взять мою пескометную установку, просеять песок, переодеться в рабочий комбинезон, всю эту защиту и экипировку, вылить воду из бочки, которая работала у меня пескометной камерой, потому как ее сейчас используют по прямому назначению, как бочку для воды, для полива каких-то грядок и растений. И, в общем, поработать. А второй способ, более простой, поехать к другу, у которого есть пескоструй. И в течение 10-15 минут сделать всю работу без проблем и хлопот. Друг такой у меня есть, зовут его Дмитрий. И я уже с ним созвонился, он сегодня будет в гараже. Остается только решить вопрос, как же до него добраться. По дождю ездить на мотоцикле, честно сказать, не люблю. На машине слишком дорого, расход 12 литров, а по городу и того больше, несколько накладно. Давайте выберем способ, который будет и для здоровья полезен, и в то же время приятный велосипед. И я ведь не просто так сказал, что займусь сегодня не одним колесом, а колесами во множественном числе. Дело в том, что колеса моего велика тоже давно требуют внимания. Покрышки здесь еще заводские, то есть не менялись ни разу с момента покупки. Я не знаю, сколько это в километрах, но по времени лет, наверное, 7. Естественно, протектор весь стерся, слой резины очень тонкий, и из-за этого часто стали случаться проколы. Вот и хочу я сегодня велосипед тоже переобуть. С этой целью я отправился в веломагазин. Как раз дождик утих, и асфальт подсыхает. Есть у нас в Гомеле на улице Интернациональной такой подвальчик под названием Байк Сервис. На мой взгляд, здесь вполне вменяемые цены, даже в сравнении с рынком. Пристегнем лесопету. Многие писали, что я неправильно пристегиваю за седельный штырь. Нет, братцы, на седельном штыре этот замок просто ездит. А пристегиваю я, как положено, за раму. Вот так, на мой взгляд, вполне надежно и нормально. Пойдемте посмотрим, что из резины здесь можно выбрать. С виду подвальчик вроде небольшой, но по факту очень даже просторно. Большой выбор великов и резины. Меня интересует 26 дюймов с шириной где-то около 2. 29 не то. 26, 26, 2, 30, 26, 1, 95. Оф, Кенда. 29 белорусских рублей. Это уже широкая. Это уже может тереть. Ну, либо взять вот что-то такое чисто дорожное. Шоссейное. Ну, тогда в случае, если где-то на травку заехал, уже будешь скользить. Есть чисто зимняя резина с шипами. Тоже Кенда. 26 на 1,95. Чуть дешевле. Мелкую пупырку. Такую или такую. Не знаю. По размеру вроде и то, и то подходит. Выбрал. Выбрал себе покрышечки. В принципе, те, которые сразу мне и понравились. Такая мягкая шашка. И для асфальта должно быть неплохо. И съехать куда-то на грунт будет тоже хорошо. И взял еще одну камеру, потому что, как говорил уже, проколы постоянные. И на одной из камер там две или три заплатки. Вторая вроде еще ничего походит. Поехали домой переобувать. Добрался домой. И теперь вспомнить бы, как же это делается. В детстве, помню, мы переворачивали велик вверх колесами. Ставили его на асфальт сидением и рулем. Но сейчас здесь мешает катафот. Да и руль не хотелось бы об асфальт царапать. И сидение пачкать. Поэтому я решил подвесить его. Благо, что есть за что зацепиться. Вот теперь с великом можно спокойно и удобно работать. Все эти быстросъемы, конечно, здорово облегчают работу. Но и увеличивают риск того, что вы однажды выйдете из магазина, а ваш велосипед стоит без колес. Передняя камера у нас цела. Ее мы оставим. Помню, раньше для того, чтобы снять покрышку, нужны были какие-то отвертки. Как-то ее поддеть, подцепить. Сейчас, после того, как научился днепровские покрышки руками обувать, достаточно пальцами. Смотрим внимательно на новую покрышку. Никаких стрелок, указывающих направление движения, нет. Да и рисунок сам по себе намекает на то, что она не направленная. Одну сторону обули. Затем заправляем на место камеру. Желательно, чтобы камера при этом не заворачивалась в складки. И бортируем другую сторону. Затем я возвращаю на место золотничок. И можем качать давление. Прямо на самой покрышке написано минимальное давление 2,8 атмосферы, максимальное 4,6. Но сначала я надую туда пол атмосферы. Совсем немножко. После чего постучу колесом об асфальт, чтобы все складки, которые могли образоваться на камере, расправились. Если оставить со складками, резина будет тереться, и рано или поздно может просто лопнуть. Ух ты! Чуть не потерял. пружинку и крутелку. Ну а уже после этого можем качать до нормального давления где-то в 3,5 атмосферы. Можно возвращать колесо на велик. И что немаловажно, не забываем подсоединить трос тормоза. Таким же образом заменил покрышку и на заднем колесе, а заодно еще и отрегулировал равномерность прижатия колодок. И вот сейчас смотрю на велик. Колеса чистые, новые, красивые, а сам велосипед какой-то грязный, пыльный, в песке и масле. Может его помыть? Есть, конечно, такая примета, что как только помоешь технику, обязательно пойдет дождь. Но сегодня, мне кажется, хуже мы уже не сделаем. Ну а заодно перед пескоструйной обработкой стоит и ступицу отмыть от грязи и застарелого масла. Что получилось отмыть, то отмыл. Ну а что не получилось, то сейчас песком отобьет. Диме я уже позвонил, он на месте. И вот думаю, как последнее приготовление к пескоструйной обработке, стоит защитить поверхность тормозного барабана, чтобы абразив ее не сделал слишком грубой и чтобы не так быстро стирались тормозные колодки. Замотаю ее в несколько слоев обычным скотчем. Скотч теоретически достаточно прочный и если он будет плотно прилегать к металлу, то песком пробить его не должно. У меня здесь 4 слоя, надеюсь, этого хватит. Ступицу уже закинул в рюкзаке за плечи и готов был выезжать, как вспомнил, что на велосипедах, как и на цепных мотоциклах, после мойки цепь необходимо мазать. Ох уж эта привычка ездить с карданами. Вот теперь можно и по педалям вдарить. На чистом велике, да на новой резине. Не дорога, а удовольствие. А путь нам, кстати, предстоит не близкий. Если на вскидку брать расстояние, то километров 5 проехать надо. Но я сейчас постараюсь срезать. Поехал дворами искать дорогу, которая будет максимально прямой линией соединять мой дом и Димкин гараж. И знаете, не прогадал, около километра уже получилось сократить. Но надо было во дворах забирать еще правее. Срезал бы больше. Ух ты, какая прикольная машинка. Старый Мерсик вроде моего, только цельнометаллический фургон с высоченной крышей, столом. Я так понимаю, машина адаптирована для как раз путешествий, поездок куда-то. Забавно. А вот и въезд в интересующие нас гаражи. Цело? Снимает? Нога смотрит в правильную сторону. но ходит плохо. Телефон цел. Вот так братцы понты до добра не доводят. Что ж нога так болит-то, а? Правая. А, велосипед это здоровье, говорили они. Езди на велике будешь добрался. Добрался я до Дмитрия, можно сказать, доковылял на полутора ногах. Тут подвожу потери. Ну, смотрю, штаны протер, но руку немножко ободрал. Кофту. Рюкзак из Екатеринбурга, на который гарантия 10 лет, который уже съездил в Монголию, видите, поцарапал. Даже не сквозная дырка, просто царапина. Хотя ступица скользила по асфальту. Из чего они его делали? Ой, как, Димка, дела? Ну, смотри, какую я тебе привез штуковину в работу. Надо было видеть, как я трясущимися руками подбирал камеру. Честно, даже не ожидал, что объектив будет цел. Она так кувыркалась, так по асфальту скользила. Ну, думаю, все, приехали. Но нет. И на фоне этого радостного события и нога не так сильно болит, и штаны не так жалко. Хорошо, что у всякого уважающего себя оппозитчика в гараже есть аптечка. Димка меня здесь уже немного подлатал. Пойдемте посмотрим, чем он сегодня занимается. А занимается он сегодня тоже великом. У байкеров начался велосезон. Воу! Опасная техника, я тебе скажу. Даже в чем-то опаснее, чем мотоцикл. Да. Оба-на! пескоструйная камера. Нет, мы не видели. Особенно в работе. Сейчас покажем. Наружу песок не летит? Ну, немножко сдувает, но не так критично, как просто без нее. замкнулся цикл. Угу. Угу. Звучит музыка. Надо было, наверное, мне вот эти все неровности дома пройтись болгаркой. Или проволочным ершом загладить. Здесь-то все класс. Здесь между спиц вообще ничего видно не будет. А вот эта вот поверхность, она достаточно объемная. Сейчас попробую. Смотрите, братцы, а Димка оказывается такой же сумасшедший, как и я. Он тоже любит прикрутить на точильный станок что-нибудь большое, громоздкое, не отцентрованное. Главное отойти подальше в момент запуска этого чуда. Не, будем немножко отгонять, потом шлифовать. На полную не хочешь вывести на все обороты? При большом желании таким способом ступицу можно вывести в ноль. А потом еще и отполировать до зеркального блеска. Но мы этим заниматься не будем. С большего неровности подчистили. Сейчас пескоструем замотовать и будет вообще изюм. Ну а вот уже и финальный результат. Все готово. Можно паковаться и ехать домой. Ну что можно сказать? Ехать в принципе получается. Хотя стоя опираться на правую ногу очень неприятно. А вот и то место, где я упал. Здесь видите спуск и резкий поворот. А тормоза-то я отрегулировал. Все настроил, схватывает моментально. Вот и перетормозился. Еду домой и кажется мне все-таки придется сесть сегодня за руль Мерседеса. Потому как мне позвонил мой друг Сергей, который наводит сейчас порядок у себя в гараже. И внезапно нашел там целую ураловскую коляску. Которую не знает куда деть. А я знаю куда ее деть. Поэтому надо ехать. Сейчас быстренько домой в Мерседес и к Сереге. И кстати, что касается ущерба от падения для велосипеда. Повреждений по факту совсем немного. Пострадал катафот и блоки переключателей и тормозов. Рычаги поцарапались. И здесь царапинки. Да, на правом переключателе один из рычажков начал заедать. Скорее всего там внутри просто соскочила пружина. Надо будет разобрать его и вернуть ее обратно. Совсем недавно сын у меня спрашивал, пап, ничего страшного, что я свой велик уронил и у меня теперь поцарапанные рычаги. Я говорю, ничего, сынок, поменяем, не проблема. Я тебе, говорю, потом свои рычаги покажу. Это ведь тоже не первое падение. Так что все это дело наживное. Что же, Танюшку я пока попросил сделать мне чашечку кофе. А сам хочу осмотреть свои повреждения. В частности, снять ботинок и узнать, что же там с ногой. Носки снимать, пожалуй, не буду, чтобы никого не смущать. Но видим, что ничего страшного здесь нет. Небольшая припухлость, некоторая ограниченность подвижности. Скорее всего, это обычный ушиб. Выехал уже на Мерседесе и первым делом, как сел в машину, попробовал правой ногой нажимать на педаль газа. Нажимается все нормально, значит, управлять могу. И потом только до меня доходит, что этой же правой ногой я нажимаю на тормоз. Но тоже получается, правда, немножко больнее. Поэтому едем очень спокойно, очень не торопясь. И начинаю с заправки. Стрелка почти на нулях. Надо немножко добавить. Был у меня однажды случай, когда посреди города закончилось топливо. И мне пришлось выливать воду из 10-литровой канистры. И с этой канистры пешком отправляться на заправку. Ну вот я и подъезжаю к конечной точке. Еще один гараж настоящих байкеров и тру-оппозитчиков. Серега, здорово! Привет! А где? А что отнесли? Что? А он не синий уже, да? Он никогда не был синим. Вот. Ну вот, давайте посмотрим, что здесь есть. Серегин бэггер. Фейринг лежит, подсыхает. Ну как, уже давно, наверное, подсох. О, у тебя новое крыло. Да. Индиан. Он самый. Ничего, смотрится. А вот, братцы, и коляска. Коляска. Но я уже отсюда вижу, что она не ураловская. Коляска днепровская. Вот по этим резинкам можно сразу понять. А значит, с той стороны не будет открывающегося багажника. Здоровый дядька. Что, дерево мешает? Да, немножко. Аккуратненько. Я отбежать не могу, а то яблоню отпущу. Ну, я не знаю, пацаны. Тут варить, варить. От пескоструйте запаять. Да, пескоструем вынесет просто эту заднюю стенку внутрь. Винтиляция. Рисунку. А вот это надо. Вот эта штука точно надо. Я все думал, где мне взять на Урал эти катафоты. Но, несмотря на то, что коляску я забирать не стал, съездил не впустую. Ребята наводят порядок, выкидывают всякое барахло. А для нас оно совсем не барахло. Вот, например, ураловский редуктор. Днепровское крыло. Целое, еще не гнилое, колясочное. Есть разваренное ижевское крыло. Хвост от него. Может быть, пригодится. И переднее тоже есть. Бак от какого-то китайца. С горловинкой. Подножка. Глушитель. Огурец из нержавейки. Ой, чуть не разбил такую ценную штуковину. Габарит колясочный. Стоял здесь на крыле. Значит, судя по всему, коляска эта от МТ-9. Ну что же, спасибо ребятам за железо. А мы поехали. Пока. Ну, а к тому времени, когда я вернулся домой, уже стемнело, похолодало и пошел дождь. Хотелось, конечно, сегодня собрать это ураловское колесо хотя бы начерно, чтобы потом выводить все эти восьмерки и биения. Но мне кажется, это будет уже работа не в удовольствие, а скорее насилие над собой. Поэтому на сегодня я закончу. Пойду домой в тепло. Уложу свою ногу в какое-нибудь тихое, спокойное место. И займусь монтажом этого видео. Всем спасибо, друзья, что вы с нами. Всем счастливо. И всем пока. А вот и нет, друзья. На этом наше видео не заканчивается, потому как я сейчас жду на улице такси, чтобы отправиться в травмпункт. Дома нога разболелась совсем невыносимо. Поднялась температура до 37 с копейками. Я думаю, не лишним будет сделать снимок. Может быть, там все-таки что-то как-то не так. Спасибо большое таксисту. Подвез прямо вот к дверям, к дверям. Буквально два шага и мы внутри. Кстати, да, любые медучреждения посещаем в масках. Слушай, мне уже легче. Пошли домой. Мы осмотра сделали. На ноге поставили крестик. Сказали, идти на снимок. Дали бумажку. Снимок сделали. Подождем. Узнаем, в чем там дело. Вот и все, друзья. Можете меня поздравить. У меня всего лишь ушиб тыльной поверхности. В справке почему-то написали левой стопы. Хотя она по факту правая. Но да не важно. Главное, что перелома нет. Все хорошо. Можно ковылять домой. И продолжать заниматься Уралом. А вообще, конечно, огромный почет и уважение нашим медикам, которые среди ночи без проблем, бесплатно, совершенно на чистом энтузиазме за одну зарплату вас посмотрят, сделают снимок, поставят диагноз. Был у нас как-то случай. К нам приезжали в гости ребята из Сербии. И так получилось, что на песке положили мотоцикл, повалили на бок. И девчонка, которая сидела сзади пассажира, упала, ей ногу придавила. Тоже сильный ушиб. Переломов не оказалось. И мы ее свозили в нашу больничку. У нас как бы для иностранцев все медицинские услуги платные. Покрываются либо страховкой, либо за деньги. Но по факту... Фух, задыхаюсь. Но по факту сделали ей снимок, все посмотрели, отпустили, записали на Танюшку. Как будто это она упала, вошли в положение и все получилось замечательно. Ну а мы сейчас вызываем такси и погнали домой. Как я сегодня спать буду, я не знаю. Дом, милый дом. Мы добрались, доехали. И знаете, после рентгена как будто даже немножко помогло. Сразу болеть стало меньше, когда сказали, нет, перелома нет, все нормально, иди домой. Но все равно, конечно, чувства неловкие. Это же надо было сделать себе такое развлечение, да на ровном месте. Ну, ладно, не будем об этом. Всем спокойной ночи, друзья. Всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok